Пишу заново. Всем привет, меня зовут Ника, и это Q&A номер восемнадцать. В этот раз я попросила вас задать мне вопросы в Инстаграме, и, если что, вот мой Инстаграм. Можете на него подписаться. Если что, второй видос про секс выйдет на следующей неделе. Вот. Это видео... А, у этого видео есть спонсор, это Кинопоиск. У-у-у, спасибо, Кинопоиск. И я об этом расскажу в середине видео, и также будет промокод, про него тоже расскажу для вас в середине видео. Оля Касс спрашивает, что в последнее время ты кушаешь с особым удовольствием? В общем, фаворит в еде за последнее время. Знаешь, Оля, пастила. Причем пастила не такая, которая типа похожа на какое-то птичье молоко или какая-то на зефир, а такая, короче, трушная пастила, которая похожа на хлеб из яблок. Как будто вот из яблочного пюре сделали хлеб. Вот. Есть белёвская и есть коломенская. Мне больше нравится коломенская. By far. Намного больше. Но её не продают практически нигде. И я покупаю белёвскую. И белёвская есть разных-разных типов. Там есть типа... И разных структур. Вот. В том числе та гадкая, типа как зефир. И я очень люблю, по-моему, детскую. Или постную. Я очень вам советую, если вы не любите пастилу, купите белёвскую или коломенскую пастилу, и вы поймёте, что это лучшее, что вообще есть. Итак. Где и как познакомились с Пашей? На самом деле, я вообще не помню, как мы познакомились с Пашей. Потому что это было где-то 2015, наверное, году. И я реально вообще не помню. Я помню, как мы праздновали вместе Новый год, и об этом есть видео на канале. В 2016 год. Жесть. Могучая воля Могучая воля Ты не долго Скоро Будет ёлка Я помню, как мы изредка потом общались, но как мы познакомились я вообще не помню. А вот как мы got together Это настолько классная история, что должно быть отдельное видео, и мне кажется, нужно его снять на нашу годовщину. Ника, как самочувствие сейчас? Причины очень личные, поэтому я не хочу об этом говорить, и чтобы вы об этом спрашивали. Но я хочу попросить вас прочитать пост, который написала Лёля. Ссылку я в описании кину. Вот. И ещё хочу попросить вас не присылать мне поддерживающие сообщения, и как-то по-особому себя вести в этом случае. Потому что вот конкретно в этом случае мне это вообще не помогает, и скорее даже делает хуже. Вот. Поэтому просто ведите себя как обычно. Вот. Как и что отвечать, и отвечать ли вообще обидчикам на улице, когда тебе вслед кричат что-то обидное? Обычно тут нет никакого готового ответа, типа, вот, делай так, и всё будет классно. Я никогда ничего не отвечаю людям на улице, если меня катколят, или как-то провоцируют, или делают мне некомфортно. Я всегда молча стараюсь уйти, как-то отдалиться и, там, приблизиться к толпе народа, или, там, зайти в магазин. Как бы уйти в какое-нибудь людное место и remove myself from this situation. Потому что мне супер стремно, и у меня стратегия это быстро смыться. Но, например, Аня Сахарова вообще не стремается развернуться, там, типа, и сказать, ты чё? Чё ты там? Ну, короче, по-разному, потому что она храбрая. Но тут очень важно понимать, что такая реакция агрессивная всегда может вызвать ответную агрессивную реакцию. Короче, случится может что угодно, поэтому я советовать отвечать агрессивно и быщить в ответ не могу, потому что это очень опасно и непредсказуемо. Вот. Могу сказать вот про свой опыт, что я так не делаю. Могу сказать про Анин опыт, что она так делает. В Твиттере ты иногда делишься всякими поп-культурными штуками, которые тебе нравятся, например, видеоиграми. Но мне в Твиттере за тобой не уследить. Расскажи, пожалуйста, какой контент? Новый альбом Арианы Гранды. В каком-то интервью она, по-моему, говорила, что она хочет, чтобы какая-то песня ощущалась, как будто бы она всех обнимает. И весь альбом меня обнимает. Мне очень нравится, как она открыто поёт о сексе и о том, как это классно и как Пит Дэвисон классно с ней занимается сексом. Я респектую. Boy, I like that you ain't afraid. Lay me down and let's pray. I'm... We can make it last, take it slow. And then you come through like the sweetener you are to bring the bitter taste to a halt. And then you get it, get it, get it, hit it, hit it, hit it, hit it, flip it, flip it, flip it, you make me say, oh, oh. А теперь маленькое рекламное сообщение про Кинопоиск. Вы наверняка давно уже знаете этот сайт и пользуетесь им. Так вот, но у меня есть новость. Теперь на этом сайте можно не только смотреть информацию о фильмах и ставить им оценочки и добавлять их в закладочки, но попозже, но и смотреть фильмы онлайн. Некоторые можно смотреть бесплатно, а некоторые арендовать или купить. Два важных момента. Первое. Если купленный фильм вам не понравился, его можно вернуть в течение 10 минут. И второе. Есть специальная подборка с фильмами в оригинале и с субтитрами. Вот где всё это находится. Вот тут разные подборки на главной. Вот здесь список всех фильмов. А при покупке можно нажать вот кнопочку промокод и ввести мой промокод Никсель Пиксель и посмотреть любой фильм бесплатно. Например, Бесподобный Мистер Фокс. Мне очень нравится этот фильм, я его обожаю. Моя самая любимая сцена это с волком. Я орала с этой сцены, когда впервые увидела. И надеюсь, вы тоже париваете. Но если вы смотрели этот фильм, то можете использовать промокод для любого другого. Он действует две недели. В школе, которую я закончила, сменилась директриса и она запретила носить девочкам брюки. Даже зимой. Можно ли на это как-то повлиять? Или просто забить, потому что мир не изменишь в одиночку? В одиночку не изменишь, но точно можно на это повлиять. Я бы, наверное, посоветовала обратиться к своим родителям и к другим родителям. И постараться собрать подписи или сделать собрание родительское, где будут родители из разных классов. И сделать письменное обращение или как-то на собрание поднять этот вопрос и постараться повлиять на директрису с помощью родителей. Вот. Я думаю, что это может помочь, а если не поможет и директриса вдруг хочет ссориться со всеми родителями, то, наверное, выход только сменить школу. Я работаю тренеркой по синхронному плаванию и у нас есть полные девочки. С тех пор, как я погрузилась в тему бодипозитива, перестала говорить им замечания по поводу их внешнего вида. При этом я осознаю, что им самим будет сложно в этом виде спорта и прекрасно знаю, что на соревнованиях, когда девочка выступает в личном зачете, судьи могут здорово снизить ее оценки только лишь за то, что она полная или не подходит под стандарт длинноногой синхронистки. Давай ответим на твой вопрос на другом примере. Я работаю мамой и у меня есть дочки. И они живут. И я знаю, что когда они вырастут, они будут сталкиваться с кучей разных сложностей из-за того, что они женщины. Они будут сталкиваться с насилием, с дискриминацией. Стоит ли мне говорить им, чтобы они перестали быть женщинами, потому что в этом мире они будут сталкиваться со сложностями и существует сексизм? Или мне нужно их саппортить и пытаться изменить этот мир? Есть ли у тебя любимые игры в компуктер? Firewatch крутая, но мало знаю таких атмосферных. Firewatch крутая, правда у меня были вообще другие ожидания от нее. Я думала, что она будет похожа по атмосфере и по посылу на Ori. Про вот этого зверечка. Потому что какое-то там такое доброе начало и такое прям... Вот. В Ori точно так же все. Кстати, вот если вы не играли в Ori, обязательно поиграйте. Это супер крутая игра. Что-то не знаю, что еще посоветовать. Ghostmaster. Точно, Ghostmaster. Как ты относишься к правилам в некоторых компаниях на Западе, которые устанавливают минимальное количество процентов женщин в совете директоров? Не заостряется ли таким образом внимание на генере сотрудника? Не лучше ли сделать обязательно абсолютно беспристрастное отношение к генеру соискателей? Да, было бы очень классно сделать такое правило. Беспристрастно относиться и не быть сексистом, но так не получается сделать правило. Нельзя сказать человеку, эй, не будь сексистом. И человек такой, а, ну ладно, хорошо. Можно попробовать сделать вот такое правило. Это попытка подтолкнуть людей к тому, чтобы не быть сексистами. Сексистами. Obviously, это не панацея. И если мы какому-нибудь сексисту скажем, что вот теперь ты должен брать 50% женщин, 50% мужчин, человек не перестанет быть сексистом, и это не перестанет влиять на то, как он принимает людей на работу. Но это попытка. Спасибо, что посмотрели это видео. Спасибо гигантское за то, что поддерживаете меня на Патреоне. Особенно гигантское спасибо трем людям. Макс Астарта Джуниор, Максим и Андрей Шивоев. Вы супер. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры.